Я рада приехать прекрасно к этому, чтобы обсудить тему Крепляя и Российско-Китайского партнерства, нового горизонта в диалоге и сотрудничестве в современном мире. В этом году исполнилось 75 лет со дня установления тип отношений между Китаем и Россией. За минувшие 75 лет китайско-российские отношения переживали взлеты и падения, выдержали испытания международными переменами и стали примером взаимного уважения, откровенности, гармонии и взаимной выгоды между крупными странами и соседями. В этом году главы двух государств встречались трижды и достигли важного консенсуса, способствуя углублению и упрощению сотрудничества наших стран. Пользуясь случаем, хочу кратко рассказать вам о ситуации в районе Ванчжоу. Район Ванчжоу расположен на северо-востоке Чонгчина, около водохранилища Три Ущелья. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных километров, а население составляет более полутора миллионов человек. Ванчжоу имеет богатую культуру и историю. Его история рассчитывает более 1800 лет. Здесь блестяще сочетается культура бою, культура трех ущелей, культура иммигрантов, знаменитые исторические личности, такие как Либай, Туфу, Хуангиньзинь, останавливались здесь. Это крупнейший центр в районе реки Янзи в полосе одного пояса, одного пути. Порт был открыт в 1902 году. Это крупнейший город-порт на реке Янзи, который занимается мультимодальными перевозками. У нас это мощная производственная база. Как уже было сказано, здесь был открыт порт в 1902 году, а таможня создана в 1917 году. Зона экономического развития была открыта, бондовая зона и двойной порт для воздушных и водных перевозок. Кластеризованы передовые материалы, пищевая промышленность, производство оборудования, фармацевтика, химпром, новая энергетика. Ваньчжол богат всеми видами ресурсов. Средний общий объем водных ресурсов за многие годы составляет 2,23 миллиарда кубометров. Запасы природного газа 240 миллиардов кубометров. Запасы каменной соли 280 миллиардов тонн. Имеется 11 национальных живописных мест класса А и выше. А обучающиеся здесь в колледжах и средних профессиональных учебных заведениях имеется более 100 тысяч человек. Ваньчжол также имеет тесные связи, давнюю историю связи с Россией. Сотрудничество и обмены становятся все более тесными. Во-первых, дружба междуреволюционная тоже имеет давнюю историю. В июне 1939 года, когда Китай воевал с Японией, летчик-доброволец из СССР Курищенко пришел на помощь Китаю и воевал в небе Китая. Погиб в этом небе, защищая жителей Ваньчжоу. Подвиги простых матери и сына Ваньчжоу, охранявших его могилу более полувека, были даже экранизированы в фильме «Сопровождая Курищенко». И широко известно в Китае. Это великий герой, который свидетельствует о том, как связана история, героическая история России и Китая. В последние годы мы также проводим торговое и культурное сотрудничество с Россией. Экспортируем свинину, лимоны, красные апельсины и другие сельхозпродукты. В июне 2023 года представитель Костоярского края из России и во главе делегации приехал в Ваньчжоу, чтобы обсудить вопрос сотрудничества с Ваньчжоуской бондовой зоной. В-третьих, углубленное сотрудничество в сфере образования, Чунтинская школа водоохраны и электроэнергетики не раз проводили контакты, переговоры с Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого по вопросам образования, достигли консенсуса и договорились основать курсы русского языка в Ваньчжоу, с тем, чтобы также направлять китайских студентов для учебы в России. В-четвертых, имеются тесные дружеские обмены. В октябре этого года делегация Нижегородской области приезжала в Цунгсин для проведения обменов и налаживания экономических и торговых связей с правительством Ваньчжоу. Значит, наша специальная экономическая зона Чангсин, Лянлу Гойюань, торгово-промышленная палата с ними контактировали, обсуждали сотрудничество больших городов, в том числе и с городом-районом Ваньчжоу. Мы договорились работать совместно с Воскресенским районом Нижегородской области. Мы готовы использовать нынешний форум для того, чтобы реализовывать инициативы наших лидеров, господина Си Цзиньпина и президента Путина, продолжать использовать потенциал сотрудничества, расширять рамки сотрудничества, повышать уровень, чтобы еще больше делиться плодами развития и создавать лучшее будущее. Во-первых, мы хотим продолжить укреплять обмены с местными органами власти под руководством, с учетом нашего стратегического партнерства и сотрудничества, и указания глав наших государств, мы готовы укреплять связи с местными органами власти вашей республики, создавать нормальные механизмы контактов и новые платформы для регионального сотрудничества. Мы продолжим укреплять сотрудничество в экономической и торговой областях. У нас есть своя зона экономического развития, где мы занимаемся обработкой, будем продвигать китайские качественные товары, будем помогать китайским и российским предприятиям реализовывать сотрудничество в области производства, импорта и экспорта товаров, а также в области, в сфере передовых материалов, пищевой промышленности, фармацевтики, химпрома и так далее. Мы также продолжим укреплять сотрудничество в сфере образования, содействовать установлению отношений между школами и высшими учебными заведениями, обмена учащимися учителями, навыками подготовки талантов. Мы знаем, что в этом году это год культурных обменов между Россией и Китаем. Мы используем эту возможность для того, чтобы использовать и этот форум, в том числе, как возможность содействия, прогрессу в культурных обменах и туристических обменах между нашими странами, в установлении партнерства туристических предприятий, приема туристов, совместного использования туристических ресурсов наших стран. Мы искренне приглашаем всех отправиться в Банчжоу к всем, чтобы усиливать наше сотрудничество и по партийной линии, и по правительственной линии. Заключение. От всей души желаю Республике Российской Федерации процветания, счастья и благополучия народу России. Желаю китайско-российским отношениям процветания и вечной дружбы. Спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемая госпожа Гау Цицын, заместитель начальника народного правительства района Ваджу. Желаю вам...